Девушки отдыхают Неужели вам не жалко его? А что-то случилось? Да, случилось. Вон, издевается над животным. Я третий день за ним наблюдаю. Вот хоть бы раз он покормил или напоил бы пса. Он же отощал вас весь. Полицию вызвать или сами уйдете? Да ты это куда лезешь, а? Я куда лезу? Вызывай полицию. Вызывай, пожалуйста, зонт. Сейчас. Колокольников переулок. Алло. Суни вы со своими ментами и собаками. Правильно. Давайте, идите отсюда. Держи. Что, как она? Ему нужно срочно в ветеринарку. У меня друг там работает. Да, а потом я его домой заберу. Или найдем тебе кого-нибудь. Хозяин. Да, собакин? Нужна тебе помощь? Да. Возьми, пожалуйста, пакет. Вот это? Угу. Меня Настя зовут. Нина. Ну что, пойдем, собакин. Да, пошли. Ой. Это что? Ты что, ее украла? Нет, мы ее потом обязательно вернем. Представляешь, а моего врача нет. Сказали, уехал. Ну ничего, я ему потом из дома позвоню. Ты где живешь? Да я вообще только что с поездой. Ну а теперь куда? Да вот не знаю. Мама дала адрес дальних родственников из мытищ. Я сейчас позвонила, сказали, хозяева давно не живут. Куда идти сейчас вообще не представляю. Так, пошли. Куда? Пошли, пошли. Ко мне. Я здесь недалеко живу. Сейчас быстро пешочком дойдем. Отдохнешь, покушаем. Ну и придумаем, что нам делать. Ну давай. И придумаем, что с тобой делать. Я с радостью. Помоем тебя, накормим. Па, проходи. Так, у меня здесь где-то была подстилка от предыдущего писача. А, вот она. Помоги, пожалуйста. Ага. Сейчас. Вот, Собакин. Будешь жить здесь. Ложись. Ложись. Молодец. Как же мы тебя назовем-то? А я знаешь, как предлагаю? Брюс Уиллис. Потому что у него такие глаза добрые. А мне нравится. Очень брутально. Брюс. Будешь у нас Брюсом. Так. А родители твои где? А, у меня родители развелись. Я маленькая была. Проходи. Заноси вещи. Это моя комната. Располагайся. Мама у меня преподаватель. Она в музыкальной школе работает. Нашла себе хахали. Съехала. Если честно, мне так проще. Я одна живу. Так. Подожди минуточку. Я врачу позвоню. Хорошо. Алло, Миша. Здравствуйте. Это Настя. Да. А вы уже приехали? А, вы сегодня приехали? Здорово. Нет, нет. Я просто, если честно, мне даже неудобно как-то к вам обращаться. Просто я... Ну, я подобрала собаку с улицы, а она в плохом состоянии. А, вы сможете прям зайти? Ну, это было бы здорово, конечно. Да, хорошо. Я вас жду. Все, до свидания. Кого это ты там ждешь? Что за доктор и болит? Это Миша. Ветеринар. Я с ним познакомилась, когда начала помогать приюту. Мы с ним подружились. Ты представляешь, он бесплатно лечит животных. Это сейчас такая большая редкость. Сейчас даже доброе утро тебе в Москве за бесплатное никто не скажет. Так, давай мы чай с тобой попьем. Подождем Мишу. Надо еще прибраться. А потом я тебе Москву покажу. Да нет, мне надо срочно в институт документы забросить. А ты что, поступаешь? Нет, я перевожусь на четвертый курс физмата в МГУ. Ты физик? Обалдеть, по тебе не скажешь. Почему? Очень ты красивая для физика. Ну, спасибо. Все, я пойду чайник ставить. Да, я тогда быстро переоденусь, хорошо? Хорошо. Простите, не подскажешься, где декан? Спасибо. Здравствуйте, можно? А ты чего до сих пор здесь? Да вот, канцелярией занимаюсь. А ты даешь. Ну, Нинку-то хоть проводила в Москве? Проводила. Теперь даже боюсь домой идти. Ой, Володь, там так тихо. Ты себе даже не представляешь. Так что скоро поставлю себе здесь раскладушку и... Ты не понимаешь своего счастья. Ты же молодая и красивая женщина. Ой, перестань на что-то. Ты вздохнешь свободно. А потом, ну я же всегда рядом. Ты же знаешь, ты можешь на меня рассчитывать. Да, я знаю. Ты мой самый лучший друг. Ты моя нянька, моя жилетка. Ты замечательный крестный. У тебя, Володя, вообще нет недостатков. Есть один. Какой? Знаешь что? А пойдем в ресторан сегодня. Да. Закажем бутылочку, вина посидим. Ты какую кухню любишь? Грузинскую или итальянскую? Ну, ты же сто лет в ресторане не была уже. Почему я была? Мы с девчонками на 8 марта всем отделением ходили. На 8 марта всем отделением? Какой ты гимн бездадёнь. Ну ты что? Ну, пожалуйста, не отказывай. Я пойду закажу столик. Через 15 минут жду тебя здесь. Володь. Внизу. Это приказ. Все. Ой! Извините. Извините, не ушиб вас. Нет, 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 все в порядке. Простите. Учтись здесь. Пока нет, но скоро буду. Кстати, не поскажете, как пройти до Воробьёвых гор? А вы туда идите. Там горы. Спасибо. Простите, а знаете, тоже сегодня хотел прогуляться на пик Воробьёвых. Там с высоты открывается шикарный вид на одинокие утёсы, ледники. Ну, наверное, я одна оттуда пройдусь. Спасибо. Всего вам хорошего. Да не переживай, увидишь её осенью. Ты видел, какие глаза? Ничего. Завтра поедем ко мне на дачу. Там пляж. Песчаная коса. Девочки. Завтра? Завтра я не могу. Профессор Меркуриев приезжает. Просил встретиться с ним. Ты же понимаешь, что это шанс для меня. Я понимаю. Я верю в тебя, Ломоносов. Пойдём. Лапы были перебиты, а кости срослись неправильно. Нужна операция? Но он сейчас слишком слаб. Истощён. Ну, операция так операцией. Я что-нибудь придумаю, деньги найду. Настя, не надо никаких денег. Я всё сделаю. Ты, главное, сейчас корми его получше. И люби. Я даже не знаю, как вас благодарить. Да не надо никак благодарить. Ты просто перестань меня выкать. Мы же друзья. Друзья. Ну, вот и хорошо. Пока, Настя. Звони. Пока. Брюс, тебе понравился, доктор? А, какой он. Девушка. Простите, а мы с вами случайно раньше никогда не встречались? Да нет. Не встречались. Я бы вас запомнила. Простите, просто... Извините. Да нет, не может быть. Доброе утро. Доброе утро, Соня. Но вы москвичи и спите. Ой, я полностью читала учебник по экстренной помощи животным. Слушай, ты давай пока просыпайся, завтракай. Я бутербродики приготовила. А я пойду прогуляюсь немного и к обеду вернусь. Хорошо? Хорошо. Ну, все. Давай, пока. Ну, давай. Пока. А, Нинка, подожди, подожди. Возьми, пожалуйста, запасные ключи. Они там на гвоздике висят у двери. Давай, давай, Казах, спускайся. Держу, держу. Нормуль? Ну, что за вис? Давай, давай. Стой! Тебя прет! Видишь, люди работают. О, Господи! Вижу, а кто это? Ты откуда такая дикая взялась? Промышленные альпинисты. Ничего себе, не слышала никогда. Ну, все, услышала? Давай, шуруй, шуруй, шуруй. Слушай, а можно к вам устроиться работать? Кушай свой пирожок и иди куда шла. Да, это работа для настоящих мужчин. Во-первых, мужчина, у тебя слабые руки. Я это прямо отсюда вижу. А во-вторых… Так, не умничай. Сказано не для тебя, значит, не для тебя. Кто тут у нас главный? Ты че такая дерзкая, а? Ну, видишь парень с зеленым жилетом? Артур. Только он все равно тебя не возьмет. Он девчонок в команду не берет. Ну, давай, позови мне Артура. Артур! Валя, может, работать будем, а? А не девчонок снимать. Да ты чего? Просто девчонка хочет с нами работать. Ха-ха, ну, такие успехи, да? Привет, можно я сама скажу? Ну, давай, говори. Вообще-то я круче любого из твоей команды. Можешь не сомневаться. СМЕХ Ты знаешь, а я вот что-то сомневаюсь. Ладно, хорошо, давай договоримся так. Вот я того твоего героя на скалах сделаю, тогда ты возьмешь меня в свою команду. Слушай, ты откуда такая взялась вообще? Ладно, давай попробуем. Тут в пяти минутах езды как раз колодром есть. Там и проверим. У меня заодно там встреча. Ты поэтому такая светлая, да? Вот так. Тогда договорились. Все, до встречи. Спасибо, Вадим. Ну что, готовы? Ну, практически. Тогда так, кто до верха и обратно, тот и победил. Поехали, не подведи казах. Ну, давай, не пухай. Смотри, как работы хочет. Ну, давай, казах, ты что? Ты в порядке? Дальше не надо, спускайся. Ну что, я принята на работу? Да, не ожидал. Только тебе все равно нужно кое-чему подучиться. А пока знакомься с моими парнями. Это казах, это Серега. Это Валентин. Привет, Нина. Очень приятно, Нина. Мама. Здравствуйте. Слушай, я, может быть, пойду? Нет, нет, подожди. Мама, что такое? Я тебе не для того квартиру оставляла, чтобы ты сюда мужиков начала водить. Это просто мой друг. Не надо из меня дуру делать. Ты думаешь, я не понимаю, что здесь происходит? А ну, убирайся вон отсюда, слышишь ты? Что тебе нужно от моей дочери? Дело в том, что я приходил лететь собаку. Но я бы хотел, чтобы вы поняли, что ваша дочь взрослый и самостоятельный человек. И она вполне… Еще раз я тебя здесь увижу. Вызову полицию. Мам. Дворнягу свою забери. Собака моя. И она болеет. Она не может идти. Значит, пускай ползет. Я не хочу видеть это в своей квартире. У нас все в порядке. Я его заберу. Иди. Вы извинитесь за что мне так. За свидание. Какая муха тебя укусила? Ну, что случилось, мам? Бросил меня мыть. Благоверный. Быгнул. Мам, ну почему ты мне сразу не рассказала? Все, успокойся. Стойте. Зачем нам эта девчонка? Ну, во-первых, она тебя сделала из-за того, что ты сорвался. А во-вторых, она мне нравится. Спорим? Тебе не хватит недели, чтобы я обработал. Дурак ты, коза. Я на девчонок не спорю. Не надо, солнышки. Послушай, тебе нужно понять специфику нашей работы. Давай сейчас рванем на объекты. Ты, кстати, в Москве сколько? Второй день. Вот и отлично. И на Москву посмотришь заодно. Ну как, согласна? Давай. Тогда говори парням пока и поехали. Пока, ребят. Парни, закиньте на базу все снаряжение, а я они не инструктаж проведу. Ну, конечно, Артурчик, инструктаж, это ведь так важно. Проходи, извини за бардак. Слушай, какая классная у тебя машина. Рад, что тебе понравилось. Я, кстати, хотела спросить, когда могу начинать работать. Да хоть завтра. Так, кстати. Вот, вот твой комплект ключей. Ага. У всех наших есть. Держи. Так, ну все. Я по делам, а ты не забудь офис запереть. Ладно. До завтра. До завтра. Да, мальчики. Вам тут явно не хватает золушки. Настюш, привет. Я тут столько продуктов купила. Что? У меня мама приехала. Мама? Да, я тебе сейчас все расскажу. Пойдем. Я тебе расскажу. Настя! Так, все, расскажи. 11 часов вечера. Почему посторонние в доме? Здравствуйте. Здравствуйте. Мама, а это не посторонние. Это моя подруга Нина. Да. Представляешь, она только вчера приехала из Нижнего Новгорода. Что ты говоришь? Отлично. Я с тобой потом отдельно поговорю. Всех собак домой тащишь, бездомных кошек. Теперь надо ключи посторонним людям давать от квартиры. Проводи подругу домой, возвращайся. Мам, ну ей некуда идти. Послушайте, вы очень миленькая, очевидно воспитанная девушка. Но я не позволяю ночевать в своей квартире незнакомым посторонним людям. До свидания. Мам, тогда вместе с ней уйду. Настюша, да не переживай. Ты у меня сегодня правда езди ночевать. Все, не беспокойся. Я тебе завтра позвоню и все расскажу. Точно? Да, пойду вещи соберу. Мам, ну что ты как... Прости, конечно, не могу сказать, что расстроен, но ты чего здесь делаешь? Привет. Ну, понимаю, что так не положено, но... Меня выгнали из квартиры, мне негде было ночевать. Ну, ты даешь, а чего мне не позвонила? Так, давай идем. Куда? Ко мне домой. Или тебе этот диванчик приглянулся? Да мне неудобно и, да, в принципе, нормально тут. Нормально будет, когда бомжи под окнами спирт пить будут. Или клопы искусают. КРИК Ладно. Уходим отсюда. Подальше от клопов. КРИК Проходи. Так. Так. Вот. Так что, располагайся здесь. Это я сейчас уберу. Наверху, кстати, можешь посмотреть, есть чистое пастельное белье. Ну, захочешь чай, на кухне все есть. А, ты сейчас куда-то собираешься? Ну, да, у меня дела. А ты, в общем, отдыхай. Спасибо тебе большое, что ты приютил. Да не за что. Ладно, до встречи. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Нина. Ну, наконец-то. Ты почему так долго не звонишь? Ну, уже ночь, я же волнуюсь. Как, тетя Лида? Ты добралась до мытищ? Мамочка, ну, просто тут столько всего произошло со мной. По телефону и не расскажешь. Плохого? Да ну ты что. Хорошего, даже очень хорошего. Так что ты за меня не волнуйся. И тут очень много замечательных людей. Послушай, Нин, я тебя прошу. Если что-то плохое, ты мне скажи лучше сразу. Да ну правда, все очень хорошо. Я только по тебе соскучилась. Ну ладно. Ладно, доча, ты давай-ка тогда ложись, хорошо? Хорошо. Я тебя целую и очень люблю. Пока. Я тебя целую. Пока. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Грдор. Грдор. Не мешай. Артур. Доброе утро. Доброе утро. Как спалось? А что с тобой случилось? В аварию попал. Господи, какой ужас. Да нет, это не ужас. Ужас другом, что я разбил чужую машину. Мне теперь нужно срочно отдать долг. Подожди, а... Страховка там... Зайка, какая страховка? Моя жизнь лучше страховка, что я отдам хозяину деньги. В смысле? Короче, не бери в голову, а? Подожди. Тебя могут убить? Не впервые. А сколько надо денег? Послушай, я сам привык разбираться в своих проблемах. Но у меня есть деньги на карточки, на аренду квартиры. Солнышко. Во-первых, у тебя столько нет. А во-вторых, я не беру деньги у девушек. Ну, я очень хочу тебе помочь. Пойдем в банк, ты возьмешь эти деньги и потом мне отдашь. Ну, ты ведь меня совсем не знаешь. Ладно, мне пора собираться. У меня хорошая интуиция. Спасибо. Спасибо. Так, Казаха, это вам, Серега, на двоих? Это тебе, Валь. Распишись, Валь, здесь за прошлый затрат. Дальше. 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 Слушай, подготовь все как следует нам, ладно? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да ладно, Генрих, ты чего? Там всего лишь-то капот, бампер и левое крыло, да и все. Ты кого лечишь? Люди сказали, что там весь кузов под замену. Я ж тебя предупреждал, что машинка дорогая. Короче, ты мне должен. Начинай искать деньги. Да, я найду деньги. У меня сейчас есть пару тысяч баксов. Какие пара тысяч баксов? На остальное просто дай время. Я только на ставке потерял десять штук. Короче так, на все про все тебе сутки. Иначе мне придется нанести тебе визит. А ты сам знаешь, чем заканчиваются такие встречи. Да, я постараюсь. Уж постарайся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Еле вашу посуду отмыла. Вы чашки вообще не моете? Мне надо срочно выехать из города. Почему? Проблема с серьезными людьми. Надо на время исчезнуть. А, да. Вот тебе ключи от квартиры. Живи сколько понадобится. А ты куда? Я никогда не спрошу. Мужчина куда он уходит? Пока. Пока. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Кира. Очень приятно. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Извините. Здравствуйте. Я отсылал вам свою научную статью. И вы просили, чтобы я вас разыскал в Москве. Угу. Я Иван Радимов. О, Иван Радимов. Ну что ж, очень рад. Очень рад. Вы меня подождите. Я закончу с книгами. И тогда мы поговорим. Нам есть что обсудить. Угу. Хорошо. Я здесь подожду. Конечно. Пожалуйста. Спасибо. Да. Алло, Настюш, привет. Что ты делаешь сегодня вечером? Приезжай ко мне. Да, хорошо. Все. Я тебя встречу в метро. Я был впечатлен вашими работами. У вас большое будущее. Я давно мечтал вернуться и работать в России. Мне дают лабораторию, фактически неограниченные возможности. Угу. Буду преподавать в университете. Так вот, я бы хотел предложить вам место в своей лаборатории. Хм. Андрей Николаевич, прям даже не знаю, что и сказать. А не нужно ничего говорить. Вы согласны? Конечно. Ну вот и отлично. Да, у меня к вам будет просьба. Да. Ну, еще в Америке я создал фонд имени Леонида Вертова. Это мой друг, коллега. Он рано погиб. Ну, в общем, 1 сентября я бы хотел вручить стипендии наиболее одаренным иногородним студентам. Вы же как аспирант всех знаете. Конечно. Ну вот и отлично. Составьте список, кто бы это мог быть. Хорошо. Простите, я не знаю такого физика Вертова. Мы с ним когда-то вместе начинали. угадывая вещь, looks like тут, какой-то центр. Алина, я покажу тебе наиболее. Да, я покажу тебе наиболее. Где-то, что-то так-то тебе. Да. Да, это ну. Вот. Ну, вот тут мы просто и живем. Ой. Чего? Я не понимаю. А почему дверь открыта? Не знаю. Господи! Ого! Кто все это сделал? Вот это погром. А, там наверху еще. Ну, ничего себе. И чего ты будешь делать? Не знаю. Ну, явно здесь страшно оставаться. Ну, да. А где искать Артура? Я понятия не имею. Так, ты не переживай. Главное сейчас замки поменять. Есть такая услуга. Муж на час. Давай вызовем мастера, поменяем замки. Да поменяем замки. Я просто за него очень переживаю. Он говорил, что его могут убить. Нет, ну, ты ведь даже его почти не знаешь. Да ну, какая разница? Сила, она же сразу чувствуется. Понимаешь, в нем есть какое-то бесстрашие, благородство. Я никогда не встречала таких мужчин, как он. Да ты что? Так, так, так. Ну-ка, посмотри на меня. Ты что, влюбилась? Почему? Сразу влюбилась. Так, все. Потому что у тебя глаза блестят. Тебя что, мама не предупреждала, что влюбляться – это очень опасно? Что еще? Все, это кошмар. Что случилось? Мама. Я забыла поздравить маму с днем рождения. Господи, напугала. Да, 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 все знаю. В сорок лет жизнь только начинается. Да. А вы приходите после дежурства. Не получится. Ну, ничего. Да нет, ну, правда, ничего страшного. Мы потом встретимся и отметим. Ну, спасибо вам еще раз. Да, всего хорошего. Да. Алло. Алло, вас не слышно? Алло, кто это? Нин, ты? Алло, ты? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? Алло. Маму, Ильичка, привет. Я тебя поздравляю с днем рождения. Прости, пожалуйста, что так поздно. Я тебя очень сильно люблю. Да я не сижу. Спасибо, что позвонила, дочь. Ты как там? Веселишься? Ну, ты же знаешь, сорок лет не отмечают. Ну, это же суеверие. Я тебе желаю, чтобы ты оставалась такой же красавицей у меня. Я тебя очень-очень сильно люблю. Я тебя тоже очень люблю. Спасибо тебе большое. Нина, у тебя там все нормально? Да, все отлично. Ну, слава богу. Ладно. Ты не трать деньги, я тебе завтра сама позвоню. Слышишь? Угу. Целую. Пока. Я тебя тоже целую. Пока, доченька. Ну, вот, Леня. И прошла жизнь. Молодя. Аккуратно. Находи. Да. Спасибо. Ты бы еще воздушные шарики принес. С днем рождения. Спасибо. Давай я возьму что-то. Возьми шампанское, а то разобью. Опс. Оп. Спасибо. Да, я понимаю, что сорок лет не празднует. Ты можешь не суеверный, правда? Правда. И у меня для тебя есть сюрприз. Нина звонила? Звонила. Как у нее дела? Ничего, все хорошо. Хорошо. Смотри, что я тебе купил. Сормова в антикварке. Помнишь, той, которую лет 10 назад ты мне показала? Красиво, спасибо. Давай сюда повесим. Давай. А, или нет. Вот, вот туда в уголок посмотрю. Давай. Ой. Что? Уколол с розами? Ну, ты что? Ну, дай посмотрю. Пушники. Ну, ты что? Володь. Угу. Мне страшно. Чего? Жизнь прошла, я... Одна. Понимаешь? Одна. Не одна. Я с тобой. Всегда буду рядом с тобой. Спасибо. Ой, такая музыка клевая. Такие ребята. Чего не пошли? На этом не свет. Вы, что понравилось? У нас есть. 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 Да, привет. Куда ты пропал? Тебя искали. Кто-то проник в твою квартиру. Все разбили и разворотили. А я не знаю, как тебя найти. С тобой все в порядке? Да. Где ты? На Северном Кавказе. Работаю проводником-инструктором. Не хочешь ко мне? У нас тут, в общем, новый сезон начался. А ты говорила, у тебя какой-то разряд есть. В общем, нам нужны опытные люди. Новичков много. Да и платят неплохо. Ну так что, приедешь? У меня сейчас не получается. Надо кое-что уладить в институте. Ну так после и приезжай. Здесь здорово. Горные речки, лес, скалы. Вообще мечта. Да и заработаешь. И я буду очень рад. Правда? Правда. Ну так что, приедешь? Приеду. Здорово. Тогда звони на этот номер, я тебе все расскажу. И удачи тебе с университетом. Пока. Чего все такие красивые, такие глупые? Не видишь, я по телефону разговариваю. Артур, ну ты наглый вообще, а? Здравствуйте, Михаил Георгиевич. Доброе утро, Светлочка. Ну, кто у нас сегодня первый? Девочка с морской свинкой. Вот, и на ваше имя письмо пришло. А, спасибо. Вы тогда дайте мне пару минутчик и приглашайте. Света. Света? Светлана? Да. Ты извинись, пожалуйста, перед теми к завприемной и отмени запись на ближайшие два дня. Как, совсем? Совсем. И еще, мне нужен срочный билет на самолет «Володя Кавказ» на ближайший рейс. Может быть, все-таки посмотрите свинку? Светичка, давай сегодня сама. Вертова? Да. Так вы не дочь Леонида Владимировича Вертова? Да. Ну да, конечно. Одно лицо с отцом. Решили пойти по стопам отца. Да, вы его знали? Имел честь учиться на одном в культе эти. На одном курсе, в одной группе. Добрый день. Извините, пожалуйста. А вот и мой ассистент Иван Радимов. Аспирант. Надежда современной физики. Ну, раз все наконец в сборе, можем начать. Расскажите нам, Нина Леонидовна, какие темы разрабатывали, чем собираетесь дальше заняться? Тема моего доклада – сверхпроводимость. Эту тему я разрабатывала. Могу начинать? Да. Сверхпроводимость – это перспективная область изучения, которая в будущем может дать человечеству такие технологии, о которых сейчас мы можем помыслить. Сверхпроводимость. 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 Ого. СМЕХ СМЕЮТСЯ Привет. Привет. Молодец, что приехал. Как университет? Меня приняли, представляешь? Поздравляю. Ну, садись. Давай я возьму. В общем, работа не пыльная. Маршруты несложные. В основном одни новички. Проводишь инструктаж и ведешь по маршруту. Если кто-то хочет индивидуальную прогулку за отдельную плату, то еще лучше. Только 20% сразу скидываешь в общий котел. Ну, на развлечения и иду. Поехали. Красиво тут у вас. Ты давно сюда ездишь? Да. Люблю эти места. У-у-у! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нет! Иди, смотри. Вот здесь. После перевала спускайтесь по длинной гряде. И оказываетесь возле ущелья. Обходите его. И потом по тропинке спускайтесь до этой точки. Здесь есть много плоских скал. Есть возможность где потренироваться. Справишься? Спорим, я тебя на ней сделаю? Да не позорься ты. Давай, испугался? Я не шучу, я тебе фору дам. Ну смотри, тебя никто за язык не тянул. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ура! Победа! У-у-у! 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 Я могла бы так всю жизнь провести. Мне больше ничего не надо. У-у-у! Скалы, ветер. Мечта. У-у-у! 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 Испугалась? А ты трусика, смотри. Испуговалась. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова